Девушки отдыхают Промышленная электрическая мясорубка. Подарок друзей-ученых на юбилей. Мясорубка занимала треть его гигантской кухни и могла из туши барана сделать фарш всего за пару минут. Он с любовью похлопал ящик этого мощного агрегата. И рука случайно соскользнула в отверстие для приемки мяса. Он застыл в недоумении. Он ничего не понимал. Он только слышал, что включился мотор мясорубки и чувствовал, как рука проваливается куда-то в бездну. Все глубже и глубже. Резь в пальцах, локте, плече нарастала. Он устремился за рукой, всем телом. Он потерял сознание от адской боли. Бездушная американская машина затянула его в свое чрево. На следующий день в газете Миннесотского университета все статьи были посвящены Дану Крейнворту. Профессору психологии, погибшему от собственного кухонного комбайна. Несчастный случай или необъяснимая мистика? Вопрошали авторы статей. Ведь по иронии судьбы Крейнворд исследовал психологическую связь между машинами и людьми. Даже писал книгу под названием «Бунт машин». Крейнворд, который предполагал, что существует некоторый механизм, по которому сама по себе машина, предмет техники, вроде бы неодушевленный, может обретать некую непонятную, непредвиденную заранее свободу воли. Он тоже закончил достаточно плохо, и это было опять же связано с машиной. В своей недописанной книге Крейнворд утверждал, что легендарная танцовщица, подруга Есенина Айсидора Дункан погибла не случайно. У нее было особое отношение к автомобилям. Она получала эстетическое наслаждение, глядя на причудливые формы светящихся фар. Ей нравилось трогать кончиками пальцев блестящий на солнце металл. Она любила автомобили, но очень боялась садиться в них. Есенин каждый раз успокаивал ее, пытаясь примирить Айсидору с чудом цивилизации. Но Дункан не переставала повторять. «Машины меня когда-нибудь погубят». И как напророчила. Ее последняя поездка. Кабриолет как будто специально замедлил ход. Двигатель на секунду заглох, и длинный шарф актрисы повис в воздухе, коснувшись колеса. Боковой ветер бросил легкую ткань в сердцевину обода, а мотор в этот миг завелся. Автомобиль рванул вперед. Модный газовый шарфик Айсидоры затянуло внутрь колеса, намотало на ось. Шарф превратился в смертельную петлю и в одну секунду задушил эту красивую и талантливую женщину. Добавим, что за 14 лет до этого рокового случая двое детей Айсидоры погибли, сидя в автомобиле, который скатился с обрыва и утонул. Феномен машин-убийц действительно существует. Но, однако, это только часть общего феномена, который так или иначе затрагивает все человечество. У машины появляется своеобразная душа, которая существует в коллективном сознании. То есть это инструмент для принесения зла. По словам нашего эксперта, из года в год растет количество людей, ставших жертвами непокорной техники. Стиральные машины и пылесосы убивают хозяев мощным электрическим разрядом. Телевизоры взрываются безо всякой причины. Автомобили двигаются так, как им заблагорассудится. Следователи разводят руками. Ученые и инженеры не могут дать внятного объяснения. Поэтому возникают фантастические версии. Одна из таких версий предполагает, что любая техника, появляющаяся в нашем мире, имеет свою душу, свой дух, свою волю и интеллект. Поэтому безжизненная, на первый взгляд, конструкция из железа и пластика превращается в некое существо, которое самостоятельно может распоряжаться нашими жизнями. И как результат, надежные машины нередко выходят из-под контроля людей. Такая версия больше похожа на сказку. Но не будем торопиться с выводами. Совсем недавно была рассекречена невероятная, мистическая история, произошедшая с физиком Анатолием Бугорским. Этот человек живет и работает в подмосковном городе Протвино. 30 лет назад его голову со скоростью света пробил луч протона. Случилось, как говорится, чудо судьбы, то, что пучок прошел. Многое, конечно, он причинил вреда мозгу. Но жизненно важные органы основные он оставил дееспособным. Трагедия произошла 3 июня 1978 года. Молодой физик Анатолий Бугорский в составе научной группы проводил эксперименты на самом крупном в России ускорителе частиц. Около пяти часов вечера в лаборатории возникли мелкие неполадки. Чтобы их устранить, нужно было заглянуть в самое сердце машины. В канал, по которому неслись заряженные частицы. Как положено по инструкции, я вместе с физиком-оптиком, дежурившим в то время Сергеем Князевым и дежурным по каналу, сделали заявку по телефону, что через 5 минут я буду в лабиринт, и они отключат ускоритель. После этого Анатолий с сотрудниками пошли к ускорителю. Табло, предупреждающее об опасности, не светилось. Значит, ускоритель уже выключили. Еще одна система защиты. Автоматическая блокировка дверей тоже была отключена. Двери легко открылись. Значит, опасный поток частиц перекрыт, и можно приступать к устранению неполадок. Анатолий подошел к детектору и начал его осматривать. В это время в его глазах мелькнула яркая красная вспышка. На мгновение мозг Анатолия превратился в ядерный котел. Мощность луча была в 300 раз больше, чем на чернобыльском реакторе в момент аварии. Я подошел и сказал, Толя, куда ты голову суешь? Ну, если вот так открыто говорить. Я говорю, в канале, по-моему, почет. Но оно уже сунуло. И вот в момент я увидел вспышку периферическим зрением, маленькую, тоненькую вспышку на выходе вот разрыва вакуума и воздуха. По сути, Анатолий Бугорский стал первым человеком, на котором случайно было испытано протонное оружие. Информацию о происшествии мгновенно засекретили. Комиссия, расследовавшая дело, выяснила, что не сработала двухуровневая система защиты. Лампочка в табло, предупреждающая об опасности, перегорела. Остальная дверь почему-то оказалась разблокированной. Это была цепь невероятных, мистических, катастрофических совпадений. Но совпадений ли? Уж слишком их много. И все они связаны с одновременной поломкой самых разных механизмов. Анатолия Бугорского спасло только одно обстоятельство. Мощность луча была так велика, что сама собой произошла бескровная хирургическая операция по удалению части мозга. Пораженная область черепной коробки мгновенно сгорела, а кровеносные сосуды в местах обрыва заварились. Анатолий лечился полтора года. Затем вернулся на прежнее место работы и даже защитил кандидатскую диссертацию. Анатолий Петрович, вообще говоря, хороший ученый, профессионал и человек преданной науке. Я думаю, что вот эти качества, эти его особенности помогли ему справиться с той ситуацией, которая случилась. Ситуация, которая случилась, по меньшей мере странная. Ведь виновных нет. Их действительно нет. Произошел технический сбой двухуровневой системы защиты. Другими словами, супернадежная техника попросту сошла с ума, направляя свой гнев против человека. Но ведь машину не посадишь на скамью подсудимых. Добавим, что эта мистическая история связана с судьбой одного человека. Но ведь из-за подобных технических сбоев рискует погибнуть все человечество. В годы Холодной войны несколько раз происходил сбой в радарных системах Пентагона и Советского Союза. Перелетные птицы часто определялись компьютерами, как межконтинентальные ракеты. И мир из-за таких технических ошибок был на грани ядерной катастрофы. Кто-то из американских журналистов в те годы пошутил, а может быть, точно подметил, что военные суперкомпьютеры начинают беситься после того, как генералы публично хвалят их, называя электронных помощников самыми умными и рассудительными в мире. Когда-то природа была сильнее человека. Она пугала его ураганами, молниями, землетрясениями, поражала воображение богатыми урожаями и засухами, несущими смерть. Затем люди стали придумывать различные технические приспособления, защищаясь от стихий и облегчая себе быт. А сегодня человек окончательно покорил природу, окружив себя машинами и механизмами. Они выполняют за нас тяжелую и грязную работу. Стирают, убирают, подсчитывают, охраняют. И, конечно же, мстят. То есть машина, получается, парадоксально, она не живая. Но при помощи нас, как при помощи, наверное, как компьютер, при помощи программы, которая существует в нем, они начинают действовать как бы самостоятельно, и у них получается вот такая вот свобода воли. Причина убийства Джона Кеннеди, который, как известно, находился в тот момент в автомобиле, до сих пор остается загадкой. Ведь нет ответа на вопрос, почему исправный президентский лимузин вдруг заглох, потерял скорость и отказался заводиться в тот момент, когда прогремел первый выстрел. Лимузин стал идеальной мишенью для стрельбы. А через какую-то секунду после выстрела он легко завелся, набрал бешеную скорость, но президент уже был поражен пулей. О странном поведении машины говорил видный политик Макмиллан. Но на его мистические подозрения тогда никто не обратил внимания. Россия, Москва. 31 октября 2005 года, 9 часов утра. Проспект Андропова. Страшная авария. Травма, несовместимая жизнь. Этот день должен был стать последним для Сафара Давлетова. Смотрите далее. Мистические и парадоксальные автомобильные аварии. Люди обычно должны умирать. Годовалого ребенка искупали в стиральной машине, но он выжил. Видимо, ребенок очень старался жить. Ребенок жизнеспособный, очень хороший малыш. Сафар Давлетов ехал на работу. Ничем не примечательное утро. Планы, деловые встречи, все как обычно. Погода, правда, выдалась неважной. Выпал первый снег. Но это ничуть не смутило Сафара, потому что за 10 лет работы в Москве он стал опытным водителем. Давлетов почти проехал проспект Андропова, когда с левой стороны неожиданно появился грузовик. Сафар попытался вывернуть руль и уйти от удара. Но руль заклинило, и автомобиль не слушался. Мгновение удар! Машину вынесло на встречную полосу. Еще удар! Сафар впечатался в руль и на секунду потерял сознание. Во время удара я почувствовал сильный бол, как я ударился об руль, груди. и как буквально минуту я терял сознание. Стал, вышел с машины и почувствовал, что я уже не могу дышать. Целый час Сафар ходил вокруг своей машины. Он рассматривал повреждения. Не обращая внимания на самочувствие, он пытался понять, почему в нужный момент отказало рулевое. Парню становилось все хуже и хуже. Ему не хватало воздуха. Грудь сдавила, будто тисками. Скорая помощь приехала через час после происшествия. Сафара отвезли в реанимацию института Склифосовского. Когда врачи увидели рентгеновские снимки, они отказывались верить своим глазам. У Давлетова отсутствовали легкие. Человек с такими симптомами не может жить. Фантастичность ситуации заключается в том, что люди обычно должны умирать в этом случае. При детальном рассмотрении рентгенограммы выяснилось, что у Сафара Давлетова легкие все же есть. Но они от удара съежились до размера теннисных шариков. Даже будучи не медиком, это видно, что справа вот часть легкого максимум выступает несколько, 2-3 сантиметра. И слева тоже самая величина. Вот что называется оба легких. Сразу в пример приведу другие варианты случаев, тоже тяжелые травмы груди. Но вот на этом случае мы видим, что легкие здесь по крайней мере наполовину еще сохранены, как справа, так и слева. Это считается одной из тяжелейших травм, в принципе, несовместимой с жизнью. Чтобы вернуть пациенту легкие в прежнее состояние, врачи решили, не применяя полостной операции, установить больному специальные дренажи. 30 лет назад эти простые с виду аппараты изобрел Игорь Шарипов. Ими спасена не одна человеческая жизнь. Устанавливая стенки грудной полости это устройство, вводя ее сюда, здесь зарабатывает клапан и воздух из плевры, из грудной полости, будем говорить, выходит сюда наружу. Вслед за тем, как воздух выходит, легкое начинает расправляться. И действительно, вот так восстанавливается дыхание и, в принципе, происходит спасение больного. Сэмфор таблетов вошел в историю медицины как человек, который смог прожить три часа без легких. Сегодня он здоров и не боится водить машину. Правда, до сих пор его мучит вопрос, почему в самый ответственный момент отказало рулевое управление? Ведь он любил свой автомобиль, ухаживал, следил за неполадками. А может, чертовщина? Ведь существуют в сказках и легендах некие духи, похожие на маленьких крошечных человечков. Они живут в приборах и механизмах, следят за их правильной работой. Но стоит хозяину начать относиться к механизму как к живому существу, к примеру, называть автомобиль своей дорогой ласточкой, то крошечные духи злятся, и надежная машина начинает давать сбои. Сказки сказками, а Сафар Довлетов до сих пор не может забыть странное сплетение электрических проводов. Когда после аварии он осматривал повреждения автомобиля, то обратил внимание, что скрутившиеся провода по форме напоминали мозговые извилины. Тот самый бинарный эффект, потому что он мог ведь напоминать кучу спагетти, он мог напоминать то, он мог напоминать все, но напомнил мозг. То есть это та самая душа, которая человечество вдохнуло вот в этот предмет. Бинарный эффект или эффект, имеющий двузначное значение. Две стороны. Подобно тому, как человек имеет сознание и подсознание, которые часто конфликтуют между собой. Разум диктует одно, а порочные желания заставляют поступать совсем по-другому. По одной из гипотез, такой же эффект может возникать, когда разум объединяется с механизмом. К примеру, мы садимся в автомобиль. В этот момент наши мысли, наши эмоции, наши флюиды передаются машине на молекулярном уровне. Мы просто не замечаем этого. В технике есть понятие усталость металла. Она, эта усталость, возникает из-за того, что в кристаллической решетке накапливаются дефекты, образующие микротрещины и приводящие к внезапному разрушению. Ученые при расчетах усталости материалов учитывают разные нагрузки. Статически, динамически, перепад температур. Не учитывается лишь одно психическое воздействие самого человека. Вот наш взмах руки. Да, то есть, вот я шевелю руку, это чудо же, я воздействую мыслью на материю. Вот. Она начинается всего-навсего с движения нескольких молекул, раз небольшого перепада электрического потенциала, электрохимического потенциала у меня в мозгу несколько молекул. Огромное следствие, и причем следствие координированное. По одной из версий, психическая энергия человека передается механизмом и наделяет их мощной разрушительной силой. Чаще всего страдают люди, помешанные на своих машинах, увлеченные ими и как бы обожествляющие их. Антуан де Сент-Экзюпери, летчик-ас, имеющий богатый опыт полетов на всех существовавших в то время самолетах, нелепо погиб в самом конце войны. Свой двухмоторный разведчик Антуан называл птичкой стриж и хвалил как самый лучший летательный аппарат всех времен. При загадочных обстоятельствах птичка стриж рухнула в Средиземное море, убив Экзюпери, одного из самых талантливых писателей 20 века. А как превозносили Титаник во время строительства? Каких только эпитетов не заработал этот корабль, ставший братской могилой для полутора тысяч пассажиров. Самый надежный, непотопляемый, вершина инженерной мысли, воплощение конструкторского гения. Трагедия в Северной Атлантике уже тогда дала понять всем, что заигрывание с машинами может приводить к величайшим трагедиям. Впрочем, бывают случаи, когда бунтующие механизмы спасают человеческие жизни. Этого мальчика родная мать решила постирать в стиральной машинке. После рождения ребенка у нее возникло психическое расстройство. Она стала вести себя несколько неадекватно. У нее появилось раздвоение личности. Она стала просыпаться по ночам, у нее тревожили кошмары. Гражданка находится в психиатрической больнице в Пребрежном, помещена туда. пока с ней осуществились действия нельзя. Отец ребенка Олег рассказывает, что в то утро он вышел из квартиры в магазин всего на полчаса. С сыном осталась мать. Возвратившись, Олег поинтересовался, где сын? А дай мне ребенка, говорю. Она говорит, сейчас подожди, я его искупаю и отдам тебе. Я так почувствовал, что это неладное, вот сюда зашел. я говорю, где наш ребенок? она мне так спокойно возьми, в стиральной машине. Мужчина испытал сильное потрясение. Он открыл крышку машины и увидел, что его мальчик лежит на самом дне, запутанный в каких-то простынях и одеялах. Как знать, может, ребенок остался живым благодаря тому, что стиральная машина хаотично запеленала его в постельное белье. Ведь годовалый мальчик крутился в горячей воде и мыльной пене примерно 30 минут. тихо простыни лежали, там под одеяльник лежал, я его взял и вытащил, стал вытаскивать, 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 там что-то запуталось еще, я еще сам мог какие-то травмы нанести, пока вытаскивал, даже не исключаю это даже. Мужчина с ребенком на руках выбежал из квартиры, а соседи вызвали скорую помощь и милицию. Взяли пеленки быстренько, перепеленали его, ну, был синенький, холодненький, кровь шла носом, а потом, когда я запеленала, и пошла сорта кровь. Скорая помощь приехала быстро. За жизнь ребенка врачи боролись несколько часов. Сейчас здоровье мальчика вне опасности, хотя он пока в больнице. Медики удивлены, ведь по сути малыш должен был захлебнуться в первые минуты стирки, а он лежал в крутящемся агрегате почти полчаса. Стиральная машина по каким-то своим механическим понятиям отказалась убивать ребенка. А травмы мог нанести отец, когда силой выдергивал сына из скрученных тряпок и чрева стирального механизма. К счастью, все закончилось благополучно. Он, кстати, очень быстро прореагировал на все наши манипуляции. Видимо, ребенок очень старался жить, ребенок жизнеспособный, очень хороший малыш. Великий российский ученый Владимир Иванович Вернадский еще в прошлом веке уловил связь между эволюцией живого существа и мирами живой природы. Ученый предположил, что именно человеческая мысль, человеческий разум, коллективное сознание, создающее умнейшие механизмы и ядерные технологии, могут изменять исторические процессы на Земле. Эволюция даже зависит от психического состояния каждого из нас. Одинаковые мысли всего нескольких десятков человек, способные воздействовать на организм планеты подобно медицинскому иглоукалыванию, могут гармонизировать, а могут усиливать дисбаланс социальных процессов, геологии, климата Земли и, конечно же, нашего взаимоотношения с техникой. Любая вещь, которая входит так или иначе в человеческий мир, она уже очеловечена, благодаря тому, что есть константа, которая ее все время программирует, это, скажем так, коллективная психология, психика, коллективные подсознания и общее энергоинформационное влияние. Между людьми и механизмами постоянно возникает бинарный, двухзначный эффект. Ведь, с одной стороны, машины, помогающие нам в быту, созданы благодаря гениальности человеческой мысли, и это положительный момент. С другой стороны, любая самая передовая мысль часто порождается корыстными целями, желанием захватить, поработить, уничтожить. И эти желания передаются машинам. Любопытно, что человеческая лень тоже может быть одним из двигателей прогресса. Ведь, именно она подталкивает к изобретению и совершенствованию механических помощников. Все идет к тому, что бытовая техника, окружающая нас, уже в недалеком будущем будет управляться самыми простыми способами. Нашим взглядом или нашими мыслями. Мы все время пытаемся сделать нечто, то есть произвести действие с минимальной затратой усилия. Какой у нас минимальная затрата усилия? Взгляд, жест, слово, мысль. А значит, впереди эпоха послушных роботов и безотказных терминаторов, которые не только облегчат людям труд, но и временами будут сходить с ума, бунтовать и, возможно, мстить жестоко и кроваво. Рано или поздно все это оживет. Точно так же, как... Можен бунт машин в будущем. Я бы сказал не так, что бунт машин возможен. Я бы сказал, что бунт машин неизбежен, потому что человек в тяге своей колени, он сначала даст машине свободу действия, это неизбежно произойдет, правильно? Правильно. Дальше он вступит с ними во взаимоотношения, правильно? Правильно. Смотрите далее. Живые машины убийцы. Подбежала собака, мы с ней побегали, поиграли. Собака откусила ему нос, но для мальчика все закончилось благополучно. Парапсихологи и маги утверждают, что каждая вещь обладает своим биополем, своим характером. Есть вещи, которые постоянно теряются, ломаются и не желают служить своим владельцам. А есть вещи убийцы. Зеркала, антикварная мебель, старинные автомобили и портреты. Завистники гениального художника Ильи Ефимовича Репина не раз ставили ему в вину гибель известных людей. Загадка ухода из жизни композитора Мусоргского и хирурга Пирогова после художественных сеансов Репина поражала и даже страшила. Здоровые молодые мужики, которых художник нарисовал в знаменитой картине «Бурлаки» на «Волге», тоже моментально ушли на тот свет. А едва был закончен портрет Столыпина, великий реформатор отправился в Киев и его застрелили. Возможно, все это трагические совпадения, но есть мнение, что любая картина, любой предмет заряжается эмоциями своего хозяина или хозяйки. А эмоциональный заряд этих вещей даже может убивать. Так часто бывало с крупными бриллиантами. Ведь люди мечтали обладать ими, уничтожали друг друга, и их жадность, злобу, ненависть и мстительность впитали драгоценные камни. Но кроме банальных вещей, наше жизненное пространство заполнено живыми организмами. Их бесчисленное множество, начиная от невидимых микробов и заканчивая гигантскими слонами. И любой такой организм, невидимый или очень большой, в каких-то случаях может приносить пользу, а в каких-то стать смертельной опасностью. Даже миролюбивые домашние животные нередко превращаются в живых машин-убийц. Коллективное энергоинформационное поле, поле ноосферы, потому что оно же не только у нас в головах, оно распространяется и на наших животных. Что, не транслирует, что ли? Каждая кошка или собака является отражением семьи, воспитавшей ее. Ну, насчет тараканов не знаю, но, возможно, тоже что-то в этом духе есть. Так вот, оно над под нами давлеет, и поэтому мы являемся его продуктами. То есть, это биологическое существо, в котором много-много уже из этого поля проникло. Сегодня у этого мальчика все в порядке. А в 2005 году дружелюбная на первый взгляд собака откусила ему нос. Трагедия произошла в одной маленькой чешской деревне. Собаку я видел впервые, но у меня и мысли не было, что она набросится на меня. Сегодня уже трудно удивить рассказами о том, что собаки нападают на людей. Почти каждый месяц в газетах появляются статьи с заголовками типа «Собака напала на хозяйку», «Собака убила годовалого ребенка», «Собака загрызла одинокую старушку». А тогда об этом писали редко. Поэтому история о чешском парне и об уникальной операции медиков города Брно шокировала читателей всего мира. В 2005 году Данил Киноваку исполнилось всего 12 лет. Он только-только перешел в шестой класс. Обычный мальчик, каких в Чехии десятки тысяч. Был выходной день. Даниил гулял во дворе, а неподалеку в соседнем гараже отец помогал другу ремонтировать автомобиль. «Папа помогал соседу, а я был во дворе. Подбежала собака, мы с ней побегали, поиграли. Я ее решил погладить, и она неожиданно бросилась на меня». Данил не успел отскочить от собаки. Он только услышал лязг клыков. Мгновение, и мальчик почувствовал жуткую боль. В глазах все потемнело. А ты в это время где был? В мастерской. 20 метров недалеко мастерской. И услышал крик, Да, да. Выбежал. Увидев окровавленное лицо сына, он дрожащими от волнения руками посадил Данилку в свой автомобиль и рванул в ближайшую районную больницу, что в 30 километрах от их деревни. Дороги в районе хорошие, да и машин немного, по выходным встретишь нечасто. Поэтому отец Данила давил на газ и пренебрегал красными сигналами светофоров, за что немедленно и поплатился. Мы проехали 5 километров. На перекрестке я решил проскочить на красный свет, но не успел. В меня врезалась машина. Тут появились полицейские. Они быстро разобрались в ситуации и уже на своей машине отвезли нас в больницу. Мать Данилы в тот день работала на заводе. Но начальство, узнав о несчастье, сразу же отпустило ее домой. Она прибежала в квартиру. Она не находила себе места. Что делать? Она не знала. Присев у телефона, женщина горько заплакала. В этот момент ей казалось, что смысл жизни для нее утерян. И вдруг раздался долгожданный телефонный звонок. Муж позвонил из больницы и сказал, что не все так безнадежно. Надо сбегать к мастерской и поискать там откушенный нос сына. Она обзвонила всех соседей и вместе с ними побежала во двор искать откушенный нос сына. Но поиски результатов не принесли. Оставался последний шанс поймать собаку и проверить ее желудок. Возможно, она проглотила нужную часть лица. Это предположение подтвердилось. Наша полиция в месте, где я живу, помогала с собакой. Собаку было нужно быстро автомашину транспортировать 30 километров на ветеринарную клинику, где доктор вынял нос. В ветеринарной лечебнице собаки ввели снотворное, затем аккуратно разрезали желудок и достали фрагмент откушенного носа. Потом желудок зашили, а нос поместили в контейнер со льдом. Теперь надо было срочно ехать на операцию в клинику пластической и эстетической хирургии в город Брно, что в 100 километрах от их деревни. С того момента, как пёс откусил мальчику нос, до начала операции прошло два часа. Надежд было мало, ведь нос уже стал мертветь. Эта операция уникальна и потому, что подобные случаи редко встречаются в медицинской практике. Шансов было немного, но хирург Игорь Ступко сделал всё возможное и даже невозможное. Операция продолжалась целых 8 часов, ведь ткани, сосуды и нервы были серьёзно повреждены, но упорство и умение медиков сделали своё дело. После операции прошло более трёх месяцев. Нос теперь в порядке, мальчик нормально дышит, чувствует запахи, ещё какое-то время надо за ним понаблюдать, а потом сделать пластическую коррекцию, чтобы не было шрамов. соносу одни дышит, если они так и... То, что удалось сделать врачам города Барно, иначе как чудом не назовешь. Но сейчас разговор о другом. Почему мирно играющий пёс вдруг стал потенциальной машиной-убийцей? Почему у собаки включился пусковой механизм уничтожения? Учёные уже добрую сотню лет толкуют об охотничьих инстинктах и всевозможных рефлексах. А вот известный американский психолог Эдвард Толмен пытается описать поведение животных не через физиологические явления, как это делал академик Павлов, а через физические процессы. Толмен предположил, что все животные подобно человеку могут получать нужную информацию из ноосферы, то есть энергоинформационного поля, которое окружает всех нас. С животными происходит примерно то же самое, но только мало того, что мы их программируем, ведь у них есть собственная воля, собственные реакции, и они точно так же, как фотопленка, встретив отпечаток света, они все это сохраняют в себе. Когда я везу собаку в лабораторию, где на ее сородичах провожу болезненные опыты, пишет Толмен, то она чувствует предстоящий ужас за много километров. Она огрызается, пытается укусить, вырваться и убежать. Откуда по-вашему собака получает информацию о лаборатории, в которой еще не была? Спрашивает он в своих работах. И тут же отвечает. От своих сородичей. Но как? Ведь долгое время считалось, что животные не могут разговаривать. Язык, речь это прерогатива человека. на это Толмен отвечает, что азбука Морзе наглядный пример того, как могут общаться люди всех стран мира без голосового включения, без человеческой речи. В случае с Даниилом Новиком можно винить кого угодно. Родителей, не уследивших за ребенком. Самого мальчика, который решил погладить незнакомого пса. Хозяина, выпустившего гулять собаку без намордника. Но сегодня мы не знаем главного. Какую информацию за секунду до нападения на мальчика получило животное, став потенциальной машиной убийцей. А может пес через энергоинформационное поле получил сигналы от сородичей, над которыми ставят эксперименты? Может собака в своем слуховом диапазоне уловила стоны тех, кому рубят головы, вживляют электроды, стучат по телу молотком, стерилизуют? И может в тот момент, понимая, что за всеми ужасными экспериментами стоит человек, объясняющий свой садизм гуманными идеями. Она и бросилась на Данилку, выразив тем самым свой собачий протест этому беспощадному и жестокому по ее понятиям миру. Смотрите далее. Гильотина по-русски. Ему ни за что отрубили голову, а он выжил. Честно говоря, сложилось впечатление, что просто труп лежит. Почему люди превращаются в чудовищных машин-убийц? Люди всегда изобретали оружие и не только для защиты. Во все времена самым простым решением проблемы была грубая сила. Куда проще взять и отнять вкусный плод, чем вырастить его самому. Вся история человечества это история бесконечных войн. А когда дело касалось жизни и смерти, человек проявлял удивительную фантазию. Как проще убить ближнего своего? Естественно, не голыми руками. И вот с первого поднятого с земли камня до сверхсовременных сверхзвуковых самолетов продолжается история развития оружия. А какие только виды казни не придумывали наши предки. Мечом и топором рубили головы осужденным в Древнем Риме, в Османской империи и в Средневековой Европе. Многие английские, французские и шотландские короли были казнены таким способом. Но самой популярной машиной убийцей стала гильотина. Когда Великая Французская революция пришла к идеям массового террора и стала сказываться хроническая нехватка палачей, на ишафоте истории появился доктор Жозеф Гильотен, который изобрел машину для казней. Любопытно, что гильотирование применялось во Франции до 1981 года, то есть до отмены в стране смертной казни. А сегодня гильотирование законодательно закреплено в некоторых арабских странах. Великий русский писатель Иван Сергеевич Стургенев как-то побывал на казне одного преступника и свое чувство отвращения от увиденного он описал на 40 страницах своего дневника. Смутно и странно рисовались на темном небе столбы, придававшие Гильотине зловещую стройность. Стройность длинной, внимательно вытянутой, как у лебедя шеи. Послышался легкий стук, как бы от дерева от дерева. Это упал полукруг ошейника, охвативший шею преступника. Потом что-то вдруг глухо зарычало и покатилось и ухнуло. Точно огромное животное отхаркнулось. Все помутилось. Земля тихо поплыла под ногами. Я отвернулся. Нет топора совершеннее самого человека. Нет машин убийц изощреннее самих людей, заключал в своих записях Иван Сергеевич Тургенев. Россия наши дни. Мне первое место вообще не разрешали зеркало смотреть. В Москве опять операции не делали. До Москвы две. Сейчас уже она придется начинать. Можно сказать, что так. Ну сейчас ему хочется пластическую операцию сделать и на работу подсредить. Врачи районной больницы испытали шок. Когда они увидели Василия Ступина, первое, что пришло в голову, орудовали мясники. Перерезанное горло, разрубленный череп. Я вышел, на каталке лежит человек, море крови. Ну честно говоря, сложилось впечатление, что просто труп лежит. Василий не может спокойно вспоминать тот случай. Тогда он просто вышел прогуляться по улицам родного города. Попались два парня молодых, пьяных. Спросили сначала пивка. Нет, сначала они спросили сигарет. Я просто им сказал, сходи варюку и сам. Я себе на сигареты зарабатываю, и ты себе попробуй заработай. Василий не успел опомниться, как получил удар по голове. Упал, на время потерял сознание. они ему не дали подняться. Один бил, а второй побежал за топором. Он рядом жил в доме. Он сбегал, соседей взял топор и с топором жил. А дальше было пострашнее, чем в фильме ужасов. Напавшие топором перерубили горло, потом стали рубить голову. Мужчина вышел, он услышал шум, он подумал, на забор ломает. И он вышел. И вот он их спугнул, а то бы они его вообще давили. В больнице Василия Ступина оперировали и сшивали фактически для похорон. Но уже на следующее утро парень пришел в себя. Вот неполный список его ранений. Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, контузия глаза, рубленные раны шеи повреждения трахеи, повреждения пищевода, еще какие-то может быть мелкие множественные раны шеи, они не влекут последствия для сразу моментальной смерти больного. Ему и этому больному повезло в том, что у него не было повреждения сосудистых пучков. Больше месяца врачи не разрешали смотреться Василию в зеркало. Мама боялась даже представить, что будет, когда сын увидит себя, ведь смотреть на него без слез было невозможно. Там вот женщина лежала на реанимации, она когда пришла в себя, и вот как раз правой стороной он к ней лежал, она говорит, я даже врачу сказала, переводите меня в палату, я здесь не останусь. Он лечился 8 месяцев, перенес 7 сложнейших операций. Когда восстановили голосовые связки, он стал говорить. Не удалось спасти правый глаз, теперь вместо него стеклянный протез, но даже к такому большому несчастью Василий относится с юмором. неаккуратно смахнул что-то рукой, выпал и дребедый так. Еще потом мальчишек смеялся, глаза свои везде поразбрасывал. Из двух подростков, напавших на Василия Ступина, осудили только одного. По совету адвокатов, он взял вину на себя и получил 7 лет лишения свободы. Второй прошел по делу лишь как свидетель. Никто прощения не просил. Он просто один раз сказал, что я тебя не бью, как будто я ничего не помню. Его ко мне приводили мои же друзья. Он пошел в отказ, сказал, что я тебя не бью, ничего не делал, просто стоял, смотрел. Ну, хотя я знаю, что это было не так, все хорошо было. На мебельном производстве, где раньше работал Василий, ждут его возвращения, ведь парень был лучшим специалистом. И хотя сейчас у него вторая группа инвалидности, никто не сомневается, что скоро Вася снова сможет работать. Все говорят, что безобразно здоровый, как у меня начальник охраны говорит. Безобразно здоровый. И даже кличку мне придумали на предприятии Феникс, говорит, восставший из пепла. Граница света и тьмы находится в нас самих. Порой мы об этом даже не догадываемся. Поэтому часто бывает, что человек незаметно для себя перескакивает эту черту и становится угрозой для общества, преступником, потенциальной машиной-убийцей. Поэтому все фантастические фильмы о том, что человек своими руками создает себя терминатора, вовсе не о том, что прогресс это зло. наоборот, никакие изобретения и технические ухищрения не избавят нас от тяжелой и ответственной необходимости быть людьми, а не роботами. Ведь робот это всего лишь винтик в социальной машине и цепочке любого современного производства. И стать роботом, стать послушной машиной можно безо всякого прогресса. Достаточно внушить себе, что кто-то другой избавит нас от нелегкой обязанности думать и принимать верные решения. Субтитры создавал DimaTorzok